Вы долго этого ждали. Мы долго к этому стремились. И мы это сделали. Радио Шансон 24 объявляет о запуске собственного приложения для социальных сетей. Радио Шансон 24 ВКонтакте, Моём Мире и Фейсбуке – это общение с друзьями и новые знакомства. Это интересные опросы и весёлые конкурсы. Ну и, конечно, любимые песни в стиле шансон по-русски. Радио Шансон 24. Потому что мы лучшие. Интернет-радио Шансон 24 На волне ностальгических нот, на волне позабытых мелодий, Вместе с вами ночное такси, городских серенад и рапсодий. На дорогах трёхцветных огней позабудьте дневные тревоги. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Ночное такси. Сегодня и всегда. С Александром Фруминым. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Ночное такси». Мы приветствуем вас на портале шансон24.net. Приветствуем вас на волне радио «Русский Берлин». Соответственно, в Берлине на 97,2 МГц ФМ. И также приветствуем нашу аудиторию на телеканале «Ночное такси» на YouTube. Аудитория которого, кстати, неуклонно приближается к 16 миллионам зрителей. Я надеюсь, что в самое ближайшее время только нашего юбилейного фильма, а мы, напомню для тех, кто этого не знает, снимаем в этом году, вернее в этом месяце, через уже менее чем 20 дней, 25 ноября, фильм, посвященный нашему маленькому юбилею «Четыре года на YouTube». И, естественно, я очень рад такому большому интересу аудитории к тому, что делает для вас наш телеканал. И сегодня я с удовольствием предлагаю очередную версию радиопрограммы «Ночное такси», но, естественно, с веб-камерой, поэтому все это вы видите и слышите тоже на YouTube. Я пригласил сегодня в гости замечательного пирского музыканта. К сожалению, он не успел к нам на съемку 28 октября, которая была совсем недавно. К сожалению, не успел, хотел он участвовать в нашем первом фильме серии «Рок-волна». И я, откровенно говоря, дарил многим музыкантам, которые записались у нас 28 октября, его альбом вот этот показывает, что в студии «Ночное такси» тоже есть музыканты, которые пишут музыку, которую вполне можно считать рок-музыкой. А музыкантам, которые к нам приехали 28 октября, это было весьма интересно, поскольку с гордостью могу сказать, на первую съемку «Рок-волны» мы собрали 23 группы, записали 31 трек за 7 часов работы, не выходя с площадки. Были музыканты не только со всей России, из далекого севера были, из Беломорска совсем, из полярного круга. Были музыканты и за границей тоже. Была очень хорошая команда из Латвии, русскоговорящая, русскопоющая, очень активная такая, sound religion называется она. Была группа из Белоруссии, которая мне очень понравилась. И, кстати, солист этой группы был на вашем месте здесь, как раз 29-го часа, наш день после съемки в нашей программе «Рок-волна». Федор Михайлов, понравилась мне очень команда. И также была команда даже из дружественной Финляндии. Ну, понятное дело, конечно, это русский парень, который туда уехал, в Скандинавию много лет назад, но он имеет официально финскую команду, финскую регистрацию этой группы. И поет на английском. Поэтому вот даже так получилось, что на первую съемку приехали люди даже из зарубежья. Теперь уж не знаю, да, или близкая после событий на Украине, как называть, например, Белоруссию, да. Вроде бы близкая, да, а как называть Украину. Поэтому так или иначе, все вот это было. Жалко, что Вадим Туфанюк не успел. Но я думаю, что вполне сможет успеть в следующие наши проекты. Тем более, что теперь, это я для Вадима говорю и для нашей аудитории, «Рок-волна» будет работать у нас регулярно. Она будет работать у нас два раза в году. Следующий прилив «Рок-волны» будет в мае. И затем, соответственно, в октябре, в то же самое время, в котором она, собственно, появилась у нас вот только что, вот там, две недели назад. Специальная программа, я считаю, нужна для нашего телеканала, нужна для музыкантов. Я, при нас даже сам не ожидал, что такое огромное количество групп нуждается в том, чтобы у них было профессиональное видео. Вроде бы при теперешнем количестве любительских камер, каких-то надомников, клипмейкеров, когда можно купить камеру за 500, даже подорожавших на 30% долларов, и не разоришься, а компьютер еще за 500 долларов, и вроде можно сделать кино какое-то домашнее. Но на самом деле люди, которые ценят качество и ценят профессионализм, конечно, приходят к тем, кто умеет это делать, то есть к нам. Мне было очень приятно. Поэтому, Вадим, вот такой анонс для вас и для нашей публики. И приглашаю вас, естественно, к тому, чтобы вы мониторили эту ситуацию, потому что следующий такой у нас будет фильм сниматься в мае следующего года, то есть через 6 месяцев. Ну и далее вот всегда. Я пригласил вас сегодня для того, чтобы мы, во-первых, поговорили не только о том альбоме, о котором мы уже беседовали. Вот мы его на веб-камеру нашу покажем. Такой вот темненький диск чудесный. А вот его и Андрей Левашов тоже показывает. Своеобразная, хорошая пластинка 79 на 79. Мы сделали к ней уже несколько видеотреков. Она у нас уже, так сказать, видеоверсифицирована. Не вся, конечно, но, однако же, видеоверсифицирована в значительной степени. Есть очень хорошее интервью Вадима, которое мы писали, но, правда, не в студии прямого эфира, как сегодня, а писали в нашем студии. Мы обычно пишем интервью и снимаем для вас телеверсию ночного такси. Там Вадим подробно об этом альбоме рассказывает. Альбом открывает нам не только его, так сказать, что называется, музыкальный взгляд на жизнь, но и взгляд вполне социальный. В частности, он рассказал в ответ тогда, напомню, в этом интервью, на мой вопрос относительно того, почему так программа называется, собственно говоря, что же ему важно в черном квадрате своеобразного художника Казимира Малевича. И, откровенно говоря, публика это заметила, потому что заметила именно такую социальную позицию, не только хорошую музыку, которая была сделана Вадимом. И, конечно же, этот альбом уже своего слушателя имеет. Но, дорогие друзья, я сегодня пригласил Вадима еще с материалом, который пока не издан, но материалом, который во многом уже готов. Вот в том самом интервью, если вы помните, которое мы записывали с Вадимом не так давно, шла речь о большом рок-проекте, который он делает как автор, проекте, который вообще-то является полноценной рок-оперой. Вадим по моей просьбе на флешкарте принес некоторые треки оттуда, поэтому в течение ближайшего эфирного часа мы готовы показать и музыку из альбома 79 на 79, и также точно готовы показать те произведения, совершенно новые, неизвестные никому, в которых Вадим выступает в качестве автора, и которые готовятся для вот такого интересного рок-проекта, именно, подчеркиваю, проекта в стилистике рок-оперы, а не просто альбома, состоящего из отдельных музыкальных произведений. Вадим, я правильно сейчас сказал? — Да, даже удивительно, сейчас вот вы сказали, я вспомнил, что был у нас разговор, и что тогда это звучало только как идея. Это была идея, которая сейчас материализовалась. Я в этом году почти не писал песен, очень мало, и посвятил себя этому произведению. — В большом. — Раз, да, уже сказал, слово дал, значит, надо было делать. Все сделано, Александр, все сделано, осталось там технические вопросы, досвести еще некоторые треки, то есть они сведены, но еще раз шлифуем, чтобы это было лучше. И, конечно, расчет, что через месяц, там, может быть, полтора, все будет готово, чтобы выпустить в свет и сдать. Вот, и я действительно принес на флешке, там все есть сто процентов, но чтобы сохранить интригу, я не хочу показывать те треки, которые откроют фабулу произведения, чтобы не было ясно людям, о чем это. Я только в словах расскажу, но чтобы не было музыкальной части, это не звучало, поставим какие-нибудь треки, которые более-менее нейтральные, скажем, к самому сюжету. Вадим, ну тогда позвольте мне вам предложить, для того, чтобы наша публика поняла, собственно, что это будет, выбрать как диджею трек, скажите об этом Андрею Левашову, и он с вашей флешкарчки поставит композицию, а после этого мы уже заднем вам свои вопросы, потому что я к программе заранее подготовился, знаю, что мы пригласили вас именно для вот такой вот предпрезентации, если так можно сказать. И поэтому я поспрашиваю о том, как этот проект создавался, как он изначально придумывался. Да, ну поставьте, Андрей, пятый трек, мы с него начнем, а первые четыре пропустим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok русские музыкальные коллективы. А вот как идея пришла сделать вот именно такой материал сейчас, в 2014 году? На чём эта идея базировалась? История очень интересная, потому что я раньше был моряком, это хорошо знаете, да, и мне много лет отдали этой замечательной профессии. И когда вот в прошлые годы бесконечно захватывали пираты суда в районе Сомали, я не мог быть совсем безучастным, очень переживал. Ну Красная Армия и Красный Флот уже им тоже достойно ответили в 2010 году, чудесный Московский университет, после этого даже ведь не нашли пиратов-то. И даже пиратская общественность выступила с вопросом, они поубивали ли русские, как в старые добрые годы наших несчастных пиратов. На что Красный Флот ответил, что вообще не знает, куда они делись, радаров исчезли, дескать. То есть наши, в общем, тоже ответили, так сказать, достойно. Кстати, мы в курсе, за эти четыре года, да, больше, как вы видели, русский флаг или кириллицу на борту, даже если под флагом какой-нибудь Либерии ходят пираты, за пушечный выстрел обходили все наши гражданские суда. Им хватило одного раза. Ну, возможно, так и было. Я достоверных сведений, там, как боролись наши, там, моряки с пиратами, мне неизвестно. Я знаю, о чём люди говорят, что так и было. Но речь идёт о торговом флоте. И вот захват этих кораблей, конечно, мне не давали покоя. В то же время я, в общем, люблю историю и древнюю историю. И у меня такая мысль ещё была давно-давно написать сценарий для кино. И написать сценарий про Древний Рим, про Помпея, который получил карт-бланш от Сената, выделил для него достаточно средств, сил. То есть всё, что он хотел, он мог задействовать. И он за шесть месяцев избавил от пиратов практически всё Средиземное море. Вот. Это гениальная была операция. И мне было всё время непонятно, почему же современные политики, в общем, там, Америка вместе с этим аппаратом НАТО, там, до зубов милитаризованы. Вот. Ещё другие страны не могут, в общем, с небольшой страной, достаточно бедной, справиться, обеспечить безопасность судоходства. Вот. И как бы в пику этому современному отношению к пиратам я хотел такой сценарий, чтобы вышел этот фильм на экраны. Но это не моё. Я не сценарист, и браться мне как бы было не с руки. И мне супруга предложила, говорит, а ты напиши об этом в музыкальной форме. Вот. И тогда мне это как-то стрельнуло, я думаю, а почему нет? И задумался об этом, и даже вот объявил потом уже на прошлой нашей передаче, что я это сделаю. Ну, а раз объявил, значит, надо делать. И, в принципе, дело пошло достаточно быстро. А самым основным мотивом было ещё то, что был захвачен, если помните, теплоход «Фаина», который танки вёз. Да, был такой. Был такой, об этом все знают, и там умер капитан. После захвата там на нервной почве, наверное, не выдержало сердце. Так вот, этот капитан, это мой очень близкий товарищ, я с ним много-много лет работал вместе, да. Мы вместе плавали на одном пароходе, вот, в одном экипаже. И близким был мне человек этот. И поэтому, конечно, его смерть, в общем, потрясла. Он там очень долго лежал в морозильной камере, потому что судно не отпускали. Это было шесть месяцев плена, тело его лежало. И потом, когда привезли в Петербург, мы его здесь хоронили. В общем, это всё, конечно, сильно подействовало на моё желание написать об этом. То есть, вот, это завязка, да. Это фабула, захват этого судна, смерть капитана. Ну, а дальше, конечно, история с земли уходит у нас, так сказать, в рассуждение о нравственности, о Боге. И его приключения в дальнейшем происходят уже на небе. Вот я так, сказать, открою секрет. Ну, там есть несколько треков о земной части. То есть, рассказана правда, как оно всё было. Ну, а дальше, так сказать, религиозная фэнтези на тему, как бы могло бы быть это там дальше. – Необычно. Да, дорогие наши слушатели и зрители, необычно. Какой трек мы поставим следующим? – Следующий трек, посмотрите, какой я там указал. Я хотел сказать, что здесь не только вокальные треки, здесь есть ещё музыка. Я хотел так сказать, чтобы вторым треком прозвучала инструментальная музыка. Это восьмой трек, там не будет вокала, но музыка приятная, тоже её с удовольствием писал, достаточно легко. Мне кажется, будет интересно послушать, как музыкальное произведение. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие друзья, это программа «Ночной такси». Сегодня в гостях до завершения этого эфирного часа у меня находится замечательный педерский автор Вадим Туфанюк. И сегодня Вадим рассказывает нам о своем новом проекте, о альбоме совершенно необычной структуры, о альбоме, который является собой полноценную рок-оперу, которую он создал, как мы теперь поняли, после предыдущего включения, по совершенно реальным событиям, которые происходили, трагическим, к сожалению, событиям, которые происходили с человеком, которого он знал. Но, однако же, сюжет значительно выходит за рамки вот этой пиратской истории. Он касается того, что Вадим Метко назвал религиозным мюзиклом. Я правильно понял, да? Фактически так прозвучало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фэнтези. Фэнтези. Не мюзикл, простите, а фэнтези. Но это интересно, на самом деле. Скажите мне, вы выступили полностью в качестве автора всего проекта, да? То есть стихи, музыка, все исходило от Вадима Туфанюка, либо какие-то материалы изначально заказывали или какому-то композитору, поэту для того, чтобы создать то, что в итоге получилось. Или все полностью от корки до корки делал Вадим Туфанюк? Все от корки до корки, да, и либретто, и музыка, и вот эти мелодии. За исключением интро. Интро делал Виктор Кривоносов полностью. Известно нам уже, так сказать, о музыках, которые, да, в общем, основатель это делает. Своя там музыкальная часть, и есть частично, он включал в интро кусочки из моих, из треков, да, чтобы, так сказать, посеять настроение. Еще вот у нас финал тоже он делал, но он его сделал из кусочков, то есть он брал запоминающиеся какие-то из разных трек, ну так принято делать. Мы так решили такую концепцию, что финал должен быть из кусочков, из разных мелодий, вместе соединенных. А так, да, все слова, все мелодии, это, конечно, да, я придумал на 100% сам. А сколько должно быть участников рок-оперы на сцене? Сколько людей могут сыграть этот музыкальный спектакль? Что касается, ну персонажей, если посчитать, там, ну где-то будет... О них я и веду речку, либретто. Девять, да, но у некоторых очень мало слов, поэтому мы не давали какого-то отдельного вокалиста на эту роль, да. В общем, основных героев у нас пятеро и пять человек поет. То, у кого большие партии, арии, одна у нас женская роль, остальные все мужские роли. То есть на какую-то маленькую, совсем там три слова сказать, мы никого не приглашали. Ну, есть авторские слова. Я сам пою за «Капитана», потому что мне это близко, я сам был капитаном долгие годы. Вот, за... там есть Кней Помпей участвует, это Александр Рокин, известный музыкант, он в группе «Пикник» несколько лет играл, года четыре, на бас-гитаре. Потом есть замечательный певец. Ну, Саша знакомился с нашей студией, он когда-то записывался на салон. Да, он знает, лично вас знает, да, мы говорили. Много лет назад я записывал его, у нас была одна из групп, которую возглавлял много лет сотрудничающий здесь со мной музыкант, такой Виктор Грицеенко. И вот как раз Александра Рокина приглашал он. И... ну, это было очень давно. То есть, то, что прошло 20 лет, это точно. Даже если не больше, по-моему, это был год 92-й, 93-й. Ну, вот мне приятно, что Рокин по-прежнему в соответствии с своей фамилией и тем же занимается. Он даже просил передать привет, вот я передаю, пользуюсь. Хороший паренек такой, да, к нему тепло очень. Мне очень понравилось, мы с ним близки по духу и по возрасту близки, и по пониманию всего. То есть, это вот, мне кажется, была очень хорошая идея петь вместе. Первый трек, который мы поставили, мы поем, пели вместе, если вы заметите. Вот у нас еще поет Реваль Хусаинов. Это сын очень известного оперного пицца, заслуженного артиста России, который пел в Новосибирском оперном театре. Вот, и у него очень такой сильный поставленный голос. Он пел за Иисуса Христа и за Сатану. Вот так, к сожалению, да. В одном лице он пел. И Анна Стахова, которую вы мне рекомендовали, она отлично исполнила арию Богоматери, которую мы потом попозже послушаем. Я бы очень хотел, чтобы она была услышана в этой передаче. И еще я очень рад, что Вячеслав Бутусов согласился поучаствовать в нашем проекте. И два трека тоже спел. Поэтому вот такой у нас состав. Ну что, состав, очевидно, самое главное, профессиональный, без всякого сомнения, достойный. Теперь самое главное, чтобы только материал, который вы создали. Кстати, сколько времени ушло на создание? Сколько времени это создавалось и записывалось? Больше года. Само написание, конечно, либретто и музыкальных партий. В общем, я справился, наверное, месяц за 4-5. И быстро. За 5. Кроме инструментальной части, мне нужно было пианино, поэтому я уже, когда мы приехали в Россию после летних дней, тогда я уже взехал, ну, можно сказать, полгода тогда. Полгода сочинения, потом мы ждали, пока будет оборудована студия, чтобы начать записывать вокал, пока будут сделаны все аранжировки. И как только все было готово, как раз эти моменты совпали. И мы с марта месяца, нет, не с марта, после Нового года, с января, наверное, начали записываться, с конца января. И записывались тоже в течение полугода, потому что все заняты. Знаете, когда один себя записывает, что это проще, а здесь нужно согласовать, этот может сегодня, не может. Потом у меня, я же работаю, еще командировки там работают, туда-сюда. В общем, все уже, тут надо было менеджерские способности проявлять, чтобы организовать людей. В общем, достаточно большой коллектив творческих людей, знаете, по часам построить. Ну, в общем, все было сделано. Последнего мы записывали Вячеслава, это уже было осенью. Все остальные треки были записаны, потому что у него летние гастроли, особо не словишь. Ну, вот так. А сейчас техническая часть, ну, как бы технически творческая часть, сведения, что-то уже сделано. Ну, вот рубеж у нас – это конец ноября, когда должно быть все готово. То есть я вас, совершенно не зная о всех этих закадровых нюансах, позвал, в общем-то, в эфир вовремя. То есть пока мы анонсируем то, что со временем появится такой ближайший, что называется, проекция, да, это будет интересно послушать. Это уже не творческие планы, поэтому я об этом говорю. Нехорошо говорить о том, что не сделано. Оно все сделано. Производственно. Ну, я считаю, что вы быстро управились. За год, и к тому же за это время успели сделать и собственную студию для записи вокала. Я считаю, что это очень хороший результат за такой... А когда мне раскачиваться, Александр? Мне уже 53 года, понимаете? Я уже, если буду делать по 3 года... Ну, что же мы о годах-то? Ну, о годах, давайте не будем говорить. Ну, мне 48 лет. Надо делать быстро. Потом помоложе за пультом сидит. Нет, 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 давайте, а года говорить не будем, потому что как раз, если вы говорите о Боге, да, то Бог нам говорит о том, что мы никогда не знаем, ни когда мы придем, ни когда мы уйдем, да. И поэтому, на самом деле, давайте ориентироваться на тех людей, на которых стоит ориентироваться, которые совершенно спокойны относились к своему возрасту. Только что ушел из жизни Любимов, да, он ушел из жизни на 98-м, да, вот, совсем недавно. До последнего момента он ставил, и ставил и за рубежом, и в России, и он ушел в бою. То есть это человек, который любил и мог делать. Он пережил всех, с кем он ругался. И Высоцкого, и Золотухина, с которым он недавно поругался, совсем когда, помните, они театр-то делили свой, на Таганке, полных 98 лет. И не стыдно ни за один из дней, потому что, понятно, да, что он делал то, что останется людям очевидно на десятилетии после него. Поэтому, что говорить про Ваши 53? Да я, конечно же, не это имел. Давайте говорить про Николу Баянову, с которой я дружил более двух десятилетий. На 102-м году она ушла, записав альбом, за три, за три года до ухода. Ну, что тут или... Это, Александр, это просто у меня такой стиль. Я не люблю размазывать процессы. Если Вы молодой, самое главное, что Вы можете собраться, мобилизоваться, сделать работу именно так, как Вы считаете нужным ее сделать. Поэтому на годы не киваем, киваем на результат. Мне, например, не верилось, что когда мы с Вами начинали в 2011-м году выпускать первый Ваш альбом под названием «Остров», но он там совершенно замечательный был по дизайну. И я, помните, да, рассказал смешную историю, что я позвонил рецензенту нашей компании штатному, который делает рецензии, потом рассылает их на многочисленные сайты нашей системы, и он назвал альбом не «Остров». Он назвал альбом по табличке, которая была в дизайне, да, «Мест в раю нет». Билетов в рай нет. Билетов в рай нет. Я ему говорю, да нет же, то Фуника не так альбом называется, он «Остров» называется. И, на самом деле, я, честно говоря, после этого альбома совершенно не ожидал, что Вы придете через полгода, через год, и мы за эти годы с Вами 4 года знакомы и выпускаем Вам по альбому год. Я, например, считал, что человек сделал то, к чему лежала душа, сделал вместе с супругой, было интересно, Вы сказали, была дата, там, да, 50 лет исполнялось, и вряд ли в студии начинают такси больше встретиться с Вадимом Тафунюком. Я, к счастью, ошибся, потому что то, что Вы можете делать, эта система, эта система Вами управляется, регулируется, в хорошем себе слово, не в смысле, там, какой-то коммерции. Я давно приглашал Вас к тому, чтобы Вы, наоборот, даже где-то, ну, попытались выставить, потому что уже через наши скромные возможности миллионы людей просто уже узнали, что Вы есть и что есть Ваш материал. А вот Вы говорили, нет, мне пока не нужны концерты, я сижу в студии. И вот так из года в год. Поэтому я очень рад тому, что появился такой новый вариант, какая-то такая новая грань в Вашем творчестве, потому что, когда Вы сказали на записи прошлого интервью, что это будет рок-опера, я, признаться, не очень представлял, что это такое. Вот, хотя с ребятами, которые делали «Юнону и Авось», хорошо знакомы, они бывали неоднократно у меня в эфире, еще на FM-радио в прошлые годы, и знал я вообще, как это делалось, как работал музыкальный театр, который создавал это. Единственный, первый, кстати, русский рок-опер, это все было у нас здесь, в Питере. И сейчас, например, я испытываю большое удовольствие, послушав, потому что я вижу, с одной стороны, какую-то приемственность традиции российского рока на сцене, не в смысле песен, композиции, а в смысле композиции, то есть некого большого произведения с либретто, с сценарием, с определенной логикой развития сюжета. А с другой стороны, я вижу и новизну в плане того, как это сделано, в плане современном, я имею в виду и творческом, и техническом. Поэтому мне, например, интересно. Я думаю, что публика, которая интересуется хорошей музыкой, что называется, не на один день, и музыкой, вот знаете, не сиюминутной, она должна будет такой альбом заметить. Просто у этого альбома, на мой взгляд, должна быть несколько иная судьба, чем у тех альбомов, которые мы издавали с вами до этого, с 2011 года. Потому что там альбомы, которые в лучшем случае могли на выходе иметь выступление Вадима Туфанюка как солиста. А здесь ситуация совершенно другая. Здесь это можно представлять как целую сценическую тему. Это другая работа. Это работа, которая будет от вашей чудесной компании, где вы работаете, управляетесь, отрывать вас гораздо больше, чем либо записи в этой новой студии, которую вы приобрели, или чем создание композиции, потому что для того, чтобы это работало и пришло к тем, ради кого вы это писали, вы должны будете здорово пожертвовать. Это я вам скажу, как человек, который понимает, что такое поставить это на сцене, очень большим временем, для того, чтобы это дошло до людей. На первом этапе мы можем, конечно, помочь вам, если вы захотите, чтобы мы это издавали, мы это сделаем, и я уверен, что об этом будет большая польза. Узнав о том, что это готово, я прямо сейчас под микрофон и камеру говорю, что я могу предложить интересный вариант, чтобы об этом еще лучше узнали. То есть мы можем это отснять, чтобы это был видеовариант, который в конце концов куда-то уйдет, кто-то захочет встретиться с этим, увидев, как это с экрана. Но вообще, честно говоря, вам присоедает огромная работа, как автору и продюсеру самого себя, чтобы это работало и имело прокатную судьбу. Об этом я вам, профессиональный продюсер с 29-летним стажем, говорю в этой студии совершенно честно и совершенно экспромтно, потому что я не знал, что это в такой степени готовности. Я думал, что это с кем-то как-то делается, будет, а оказывается, это продукт, который практически готов к сцене. Поэтому это серьезный труд, огромный, который присоедет вам, если вы хотите, чтобы действительно это пришло к тому зрителю, для которого вы это создавали. Ну, это просто мое ощущение. Конечно, такое, чтобы это не было куда-то, не кануло в лета, чтобы был резонанс, чтобы людей заинтересовал. если такой труд пропадет, и останется только для людей, близких, поэтому это надо издавать. И, судя по всему, я, естественно, продолжу этот разговор с вами, поскольку я понял, в какой степени это готовности, что издать, судя по всему, это надо по-взрослому, издать это надо и с видеокартинкой, для того, чтобы это так или иначе приблизило аудиторию к вам. Ну, это, естественно, мое мнение, выбирать тут в любом случае вам. Конечно, следующий трек у нас осталось еще 19 минут до завершения эфирного часа. Вадим, вы у нас сегодня диджей, тем более, что я, видите, пластинку приготовил 79 на 79, но понял, что до нее время не дойдет. Что слушаем дальше с вашего чудесного нового материала? Давайте поставим одиннадцатый трек. Называется «Постолы и Христос». «Постолы и Христос» Сидят апостолы Христа Вокруг небесного стола Ведут неспешный разговор И обсуждают приговор Скажи, Иисус, нам тайны плана Зачем послал ты капитана Галерным флотом управлять? Зачем его так искушать? Гребцами там не раздавцы в душе Кто твой наказ совсем не залужил Среди них его же души купцы Те, кто фаину захватил А капитан тот Правдолюбец Полнотонский Тебя просил Христос Христос смотрел куда-то вдаль И будто вовсе не слыхал О чем спросил апостол Петр Но вдруг сказал он глазом твердым Илья Пророк Он мой притеча Зашел на землю в прошлый вечер А значит скоро мне пора Поправить на земле дела Субтитры сделал DimaTorzok Я долго был всем милосердным И праведным, и даже грешным И верил в то, что сам создал Но видно людям современным Так нужно, чтоб его и страдал За их грехи был пьяным Ни за шехи, ни наводнения Ни буря, ни землетрясения Не видят люди с нами в дом И на галдопу вне с крестом Идти придется ради света Или убьют из пистолета Но прежде выбьют их не в дом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Ну таки, друзья, мы идем уже на коду Нашего первого музыкального часа сегодня Я хочу сказать вам о том, что у нас есть гость Гость такой скромный Он сейчас у нас находится здесь рядышком Но я его обязан проанонсировать Потому что я с ним очень дружен хорошо уже На протяжении, страшно сказать, 19 лет С 95-го года я знаю замечательного московского автора Уроженца города Казани славный Которого зовут Алексей Степин Мне очень приятно, что он в Петербурге Мне очень приятно, что он приехал сюда Он также, естественно, дружен и с Андреем Левашовым тоже Поэтому сегодня мы решили сделать Вечер гостей для вас В эфире ночного такси В первом часе Вадим Туфанюк И совершенно эксклюзивное представление Его новой музыки А во втором части будет Алексей Степин Сменит Вадима в этом кресле Под нашей веб-камерой И будет рассказывать о своей тоже вполне новой музыке Так что вот такой вот анонс, дорогие друзья В финале этого эфирного часа Мы успеем послушать еще две композиции Я, во-первых, сейчас спрошу согласия Вадима Туфанюка поставить Ту вещь, о которой мы уже говорили в начале часа В свое время он попросил у меня помощи Нашей прекрасной вокалистке Анны Стаховой Мы Анну десантировали туда Я не знал, какой будет результат Мне девушка скромная Она не рассказала в итоге Она сказала, что я спела А вот, собственно, что дальше, не знаю И вот, к счастью, это все получилось И очень понравилось автору Вадиму Туфанюку Поэтому мы договорились так Что сегодня до завершения этого эфирного часа С первым представлением его нового большого масштабного произведения Мы, естественно, послушаем тот вокальный трек Который был сделан с Анной Вернее, вокальный трек Анны В том произведении, который написал Вадим Туфанюк Вот так точнее сказать Мы готовы это поставить Это ария Богоматери Называется трек «Плач Богоматери» Послушайте Слушаем его, затем прощаемся с Вадимом И в финале произведет еще одна композиция Из его нового, такого более чем интересного Фактически готового к сценическому представлению альбома Итак, это Анна Стахова И композиция, которую только что представил Вадим Туфанюк Вадим Туфанюк Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слезы, слезы, прозвым плечем Больше плакать Не осталось больше грез Нет людей, его не спрятать Я просто мама для Христа И до дому со слабой Но сверусь, найдутся силы Я безнадью отправлю сына Я на священную войну И тихомирить сатану Вдохнет весной людям в души И страшный суд мне будет нужен Какой же тяжкий этот крест Быть матерью твоей Христос За что меня избрал Отец Покое не дает вопрос Когда архангел Гаврил Принес благую весть ко мне Сияло счастьем, как звезда Мечтала только о тебе Сияло счастьем, как звезда Моли настолько о тебе Сияло счастье Сияло счастье Сияло счастье Ну, дорогие друзья Подошло к завершению Наше сегодняшнее общение С замечательным Вадимом Туфанюком Я очень доволен сегодняшней программой Потому что я действительно услышал для себя Массу-массу новой музыки Я общался с Вадимом Электроновым Он находился за границей В Хорватии И появился совсем недавно Собственно, как и всегда В начале осени Немножко, правда, задержался там Обычно он раньше появляется Я с большим интересом к тому Что мы сегодня услышали Поэтому в финале Вадим сейчас прощается с нашей аудиторией Надеюсь, ненадолго Поскольку я надеюсь, что мы будем Издавать этот альбом Поэтому обязательно устроим его презентацию В нашем эфире Я думаю, и не единожды И, конечно же, Вадим анонсирует то произведение Которое завершится Этот эфирный час в ночном такси Итак, Вадим Ваши пожелания нашей публике И анонс того трека Который будет в финальном Сегодняшнем нашем с вами эфире Ну, мои пожелания Они будут как раз В линию с тем треком Который прозвучит Вот я Единственное, что я хотел сказать Что мир сейчас Быстро-быстро прогрессирует Во всех отношениях Особенно в технической части И людей, которым Этому противились Их совсем немного И я совсем не противник прогресса Но Человека создал Бог И Прогрессу должна быть подвержена Не только Вот Скажем Технологическая часть жизни Да? Там наука И техника Но и духовная составляющая Если Духовная составляющая Отстает То Мы Испытываем дискомфорт Человеку некомфортно В этом мире Он начинает Задумываться Так ли все правильно идет И я бы хотел попрощаться Всем и пожелать Чтобы не забывали И об этой составляющей Прогресса Чтобы Люди Желали друг другу Не только материальных благ Там счастья Успехов Удачи Но и вещей Более высокого характера Духовного характера И прощаясь Послушайте Вот этот трек Называется Второе пришествие Это Собственно опера закончилась Это Финальный аккорд После него Маленький финал музыкальный идет И здесь мы поем все вместе И Вячеслав Бутусов Основной партией поет И Реваль Хусаинов И Александр Рокин И я А Анну мы послушали В предыдущем треке Поэтому Слушаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скудеет вера и любовь Творится в мире беззаконье И разжигает власть злодеев Непрекращаемые войны Антихристы и лжепророки Дурманят злом народу души И черный ворон над землей Агонизирующей кружи И после скорби этих дней Померкнет вдруг на небе солнце Погаснут звезды и луна Утратит серебристый блеск Разверзнется небесный купол И явится над миром крест Знамение прихода Бога И вспыхнет снова Свет в оконце Свет в оконце Свет в оконце Грядет на облаках небесных Сын человеческий Христос Безбожникам самолюбивым Устроит суд и строгий спрос И силой славою великой Пошлет он ангелов благих Трубою божьей громогласной Созвать всех избранных своих А те, кто жил во тьме страстей Лишь ради блоки дел мирских Познают грозное забвенье И страхи укают в пустоту И лим откроются врата Пойдут, уберят красоту Где добрый чистый дух уносит В небесный мир одней земных В небесный мир одней земных В небесный мир одней земной В небесный мир одней земной Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге А вот и я, уважаемые граждане и гражданочки Всем доброго времени суток В зависимости от того, в какое время суток Вы будете смотреть и наблюдать Наш сегодняшний эфир программы Ночное такси Пока Алексей Степин тут выбирает себе Наилучшее, наиболее комфортное Местоположение Еще и наушники просит Вот гости какие пошли Сразу видно, что он человек Человек опытный Он не первый раз у нас и здесь Между прочим, в студии Радио Шансон 24 И даже еще когда Шансон 24 находился Совершенно по другому адресу Ну, я о нем могу говорить много Потому что, вот, в принципе Вот в этом году В этом ноябре даже, я бы сказал Уже совсем скоро, 26 числа Радио Шансон 24 будет отмечать Свое четырехлетие Ну, похвастаться, в общем-то Не особо есть чем Хотя мы кое-чего все-таки За эти четыре года достигли Тем не менее Тем не менее Ну, будет юбилей Я думаю, доживем мы до этого времени Все Тилетние, маленькие А, как говорится Праздник приятный Так вот Алексей Степин Был самым первым человеком По сути своей Который вот Нас посетил Мы еще находились не в этой шикарной студии Мы еще где-то там ютились Можно сказать В подвале там Каком-то бомбоубежище Там, я не знаю Подсобка Ну, назовем это так Да, подсобное помещение Ну, такая комнатка Да, накладовочка Что-то такое вспоминаю Дай мне поздороваться Дорогие друзья Рад вас приветствовать Рад, что вы не спите И присутствуете Как бы Пусть и незримо Здесь Сейчас С нами Ну, теперь я продолжу Свою холебную Лечь Лечь Речь Так вот Друзья мои Алексей Степин Можно я тебя буду по-простому Так, по-простецки Мы зовут Леха Степин Да Нормально пока Не, смотря для кого Потому что Понимаешь Это между нами Это не фамильярно А представляешь Например, 16-летний Какой-нибудь сидит Такой и думает О, Леха Степин Это что вообще Ну, а я ему в отцу Уже, кажется, точно Нет, я вот просто с тобой Потому что мы знакомы Еще на радио Шансон Это да, нормально Конечно Санкт-Петербург В свое время Конечно Ты ко мне приходил И это я помню Да, прекрасное было Суперские были времена Да, суперские Так вот, друзья мои Я что хотел сказать-то Все-таки в надежде Что это вечно хмурое И чем-то недовольное лицо Все-таки расползется В улыбке Вот Вот я хотел бы сказать Да, что вот Леха Степин Для меня он Леха Степин Вот он Являет собой Эталон артиста Вот Вот этот человек Являет собой Образец того Как должен Да нет Может быть И мускулы для этого Алеша Не важны Он является собой Образец Как человек Должен себя Вести По отношению К окружающим Ко всем Вот Будь то Слушатели Будь то Какие-то представители СМИ Будь то Друзья Какие-то Вот Ну в общем да Я слишком интеллигентен конечно Для этого образа жизни Вот Мы с тобой можем Так сказать Вне эфира Обсуждать какие-то Проблемы По которым и ты И я Имеем свое зрение Мы можем с тобой Значит вне эфира Ругаться матом Но это нормально Для в принципе Нас Мы же это все Не выносим куда-то Да На публику Но вот Как вести себя По отношению К своим слушателям К тем людям Которые слушают твои песни Возможно Покупают твою продукцию Приходят на концерты Как вести себя По отношению К представителям СМИ Вот это образец Вот Я бы хотел Всем Это знать Чтобы Чтобы все это знали Вот И прежде всего Касается Это тех людей Вот я их называю Иначе как выскочками Которые вот Выскочили буквально Там у них один хит Всего лишь за душой Их там показали Несколько раз По телевидению И все Уже Такой опломб Там Что ты Что ты Вот Друзья мои Алексей Степин Человек Ну Я думаю Что может быть Тинейджеры Это не знают Но во всяком случае Те люди Которые Перешагнули Тридцатилетний рубеж И может быть Прежде всего Это касается Нашей германской Аудитории Ведь ни для кого Не секрет Что в Германии Публика Очень молодая Это та эмигрантская волна Та эмигрантская волна В конце 90-х Одна сцену И попал И попал я В такую Сразу Обойму Достаточно Мощную Чтобы подтягиваться И Передо мной Были Огромные Интересные Мощные Артисты Поэтому Все Начиналось В 95-м году И Я начинал Не с какой-то там Песни Фиг знает С какой С долюшки Доли Это была победа Сама по себе Потому что Она Без всяких реклам Ушла в народ И теперь уже Она Является классикой Жанра И эти слова Принадлежат Далеко не мне Поэтому И начинать надо Мощно Но Я так думаю Что начинать надо Не просто мощно Но еще и честно Сейчас этого Все меньше и меньше Ну тогда я предлагаю Собственно С долюшки И начать Наш сегодняшний Музыкальную Часть эфира Как ты Леш На это смотришь Отлично Супер Поехали Алексей Степин В гостях Кстати 8 812 337 1044 Если есть желание Можете дозвониться В эфир Задать вопрос Этому человеку Этой легенде Жанра Этому кумиру Миллионов Не побоюсь Этого слова А также у нас есть Скайп Шансон 24 СПБ Если вы Так сказать Далеко От Санкт-Петербурга Если вам жалко Ваших финансовых средств Можете задать вопрос По скайпу Это бесплатно Субтитры сделал DimaTorzok Путь ночной мой лишь к тебе лежал Эх, не доглядели сторожа И теперь, как вороны гружат Им собак не жаль А кругом дремучая тайга У реки крутые берега И метет колючая бурга Некуда бежать Может быть, ты виделась о мне Но мерцает свет в твоем огне Догореть мне в бешеном огне Если ты с другим Я тебя по письмам нежным знал Этой встречи ждать я так устал Спрячь меня, родная, я сбежал Спрячь и помоги Эх, долюшка, доля Свободы налей Я долгие годы Мечтаю о ней Эх, волюшка, воля Меня ты не ждешь Глазами поманишь И снова уйдешь И в избушке теплой мы с тобой Позабудем про тоску и боль Подарю тебе свою любовь Я в шальную ночь А потом, обняв тебя, уйду Все равно затравят и найдут И уже в неволе я дождусь Сына или дочь А кругом дремучая тайга У реки крутые берега И метет колючая бурга На мою беду Но согрей же сердце, мой марш На руках у матери ты спишь И меня, пожалуйста, услышь Скоро я приду Эх, долюшка, доля Свободы налей Я долгие годы Мечтаю о ней Эх, волюшка, воля Меня ты не ждешь Глазами поманишь И снова уйдешь Эх, долюшка, доля Свободы налей Я долгие годы Мечтаю о ней Эх, волюшка, воля Меня ты не ждешь Глазами поманишь И снова уйдешь И снова уйдешь Субтитры создавал DimaTorzok Это Алексей Степин И сегодня он у нас вживую Не первый раз в этой студии Потому что мы большие друзья И не только поэтому Потому что он еще и очень талантливый человек Но он талантливый только в словах и в музыке А куда воткнуть нужный штырек Чтобы его Нет, нет, не в эту Внизу там такая маленькая черненькая штучка Не в эту Вот на втором этаже этого столика Такая штучка черная Это называется Специальный наушниковый разветвитель Втыкай в любую И крути Соответственно Есть, да, контакт? Да Слышно, отлично Так вот Алексей Степин сегодня, между прочим В Санкт-Петербурге И в эфире Радио Шансон 24 Радио Русский Берлин И на канале Ночное такси На Ютуб Он не просто так пришел Он как Дед Мороз Завтра, во всяком случае Будет раздавать музыкальные подарки В ресторане Юность Это, пожалуй, единственное место Ныне в Санкт-Петербурге Где на постоянной основе Выступают живьем Представители Шансона И около Шансона Если можно так сказать Ну, во всяком случае Я не могу причислить, например Такого исполнителя, как Артур Или группу Рождество к Шансону Это, наверное, около Шансон Это, наверное, Москва сказала Шансон С тех пор Шансон, Шансон, Шансон Во всяком случае Мне кажется, что Ребята поют эстраду Ну, во всяком случае Делают это нормально С душой Поэтому Why not Как говорят у нас На улице Марата Я Алексею не буду Вопросы провокационные Задавать по поводу того Что есть Шансон Что нет Шансон Хотя я знаю У него мнение На этот счет Определенно имеется Так вот, друзья Завтра Завтра 7 ноября Красный день календаря Вот Я думаю, что мы с Алексеем Относимся еще к тому поколению Которое до сих пор считает 7 ноября Красным днем календаря Так вот Жители Санкт-Петербурга И гости нашего города Почему бы Этот красный день календаря Не отметить В хорошей компании В обществе Любимых Так сказать Уже В течение Десятилетий Песен А это можно сделать По адресу Новый, между прочим Адрес Если кто-то думает Что по-прежнему Юность в Красном селе Находится Не ошибается Это не так Да, не так Хотя Алексей В Красном селе Побывал неоднократно Да, было такое А вот завтра Как и я, впрочем Вот Мы будем для себя Новую площадку Она уже открыта Достаточно давно Но мы будем для себя Новую площадку открывать Новый адрес Этого ресторана Теперь таков Проспект Маршала Жукова Дом 30 Корпус 4 Третий этаж Начало в 20.00 И как тут написано В танцевально-лирической программе Новое и лучшее Прозвучат такие хиты Как Дорога до гитара Гули-гули Не балуй Слезы просто вода Плюс другие хиты Новинки И дивные Памидорка Тоже прозвучит Знаешь Не все любят Эту песню Я застал Огромное количество Людей Которые Равно Уходили И которые Влюблены Эту песню Но мне Почему близкие Вторые Потому что Это сатира И конечно же Степ А его Воспринимать Серьез Просто невозможно Вот Ну у тебя есть И другие Конечно Огромные Лирика Стебовые номера Ну лирика 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 Понятно Вот А например Джипарик Мне очень нравится У тебя Я считаю Что это же Стебалова В хорошем смысле Это Стеб Татарский рэп Опять же Абсолютно Да Краснодар Краснодарский рэп Я что-то не слышал Что его кто-то крутил Почему да Не знаю Ну Разве что мы Вы да Вы молодцы Вот Во всяком случае Благодаря Нашим общим друзьям Николая Орловского У нас Это появляется В первую очередь Включая Снегурочку Которую На прошлый Новый год Я у тебя Любезно Попросил Больше нигде Не было практически А ты Любезно Предложил Мы вшили наши Так сказать Титры И только так Кстати Мы сегодня Послушаем Снегурочку Это будет премьера Поскольку будет Новая Аранжировка Я знаю Ну нет Аранжировка будет Старая Просто мы Наводнили ее Добавили Унц Унц Да Ритм-секция Немножко другая И она Более танцевальная Потому что Она так и построена Чтобы на Новый год Реально беситься А не в руки Так и не тосковать Я согласен полностью На Новый год Собственно Для чего нам Столько дается Это единственный Праздник Так сказать Общенациональной В стране Который И объединяет людей И делает их Чуточку добрее То есть На какой-то из периодов Прямо меняются лица Потом Злые становятся злыми Это понятно Но вот Есть такая Слушай Я вот например Для себя лично День Победы Ставлю 9 мая На первое место Потому что Вот он Как-то Все-таки Вот эти вот Ветераны Идут И дети Это другого ранга Праздник Абсолютно Конечно Он Не стоит В ряду С Новым годом И так далее То есть Новый год Ты же понимаешь Это Искусственная Такая штука Вдруг Решили Что надо Праздник Почему Но давайте Ну а в других Например Странах Вообще В другое время Праздновать Правильно И совсем По другому Не обязательно Напиваться С мордобоем Я просто говорю В других Странах В других Странах Путин Стоит Не под Кремлевской Елью А под Пальмой Предположим А у нас Такой Вот Праздник С Путиным А День Победы Его справлять Нельзя Ты знаешь Что День Победы Еще при Сталине Запретили И Он До Брежневских Времен Его Брежник Реанимировал И сделал Таким Действительно Общенациональным Мощным праздником Который Отражает Победу Еще при Сталине Его не было Заставив Как бы Забывать Такие вещи Как Победа И Слушай Ну вот это Погуглить надо Почитать Что там Люди Я читал просто Вот Так что Видишь Не всегда Он был Однозначно Таким Слушай Ну давай Создавать Людям Как бы Веселое Праздничное Настроение Поскольку Поскольку Вот мы Поработали Так Кое-как Да Два дня После больших Затяжных Праздников Вот Сейчас опять Выходные Вот Завтра Кто-то Я думаю Обязательно А там уж и день полиции Рядом На самом деле Там 12 число Да У меня есть кстати Полисмен Вот Надо его поздравить Будет обязательно И плюс еще У меня Между прочим Лучшие друзья Вот так получилось Это редкость Но тем не менее Одноклассник И одноклассница Вот я с ними Вместе Учился Вот они стали Мужем и женой Уже долгое время Назад А я помню Потому что это 12 ноября Происходило Как-то в памяти День милиции Отложился Вот Поэтому я никогда Не забываю Их поздравлять А мне такое ощущение Что 10 числа Он будет И всегда был Да ладно Да Никакого не 12 Конечно Вот Потому что у меня Тоже есть друзья С которыми Как-то это так Переписываемся И перезваниваемся Ну ладно Когда он будет Тогда и будет Ничего страшного Завтра концерт Собственно посвящен Совсем не этому Я теперь Не так часто Приезжаю В Санкт-Петербург Давать концерты Потому что Мне хочется Чтобы они были Мощными И красивыми И так далее Сейчас же кризис И дефицит людей И все что угодно Просто я Возвратился С тура Карельского И могу тебе сказать Наблюдения мои Были такие Что А там люди Совсем по-другому Абсолютно по-другому Никак не В столице И в культурной столице Все Немножко по-другому У них Другие занятия Другие цели У них Досуг другой Поэтому Знаешь Поэтому Чем Чаще Появляешься Мне кажется Неинтереснее Слушай Карелия Карелия Она В принципе Большая И не так далеко От Санкт-Петербурга Совершенно верно По большому счету По большому счету Вот есть Да Аланецкий район Есть там Сартовало Но это Так по-хорошему Три-четыре часа По хорошей дороге От Санкт-Петербурга А есть такая Дальняя Карелия Медвежьегорск Например Конечно Вот и мы Там и были Да Тур еще был Интересен тем Что знакомишь Со всеми другими людьми И вообще Надо работать На периферии Обязательно Потому что там Замечательные люди Они только по столицам Дошарятся Да как Поэтому Поэтому Мне все очень понравилось И задел на будущее Большое И так далее Вот То есть Карелия Тебе покорилась Я бы не сказал Что это именно так Потому что Видишь Я тебе объясню Что такое Вот шансон Для людей На периферии Последнее время Он такой Они плюются Я тебе объясню Что в основном Приезжают люди В маленькие города Которые сами себе Могут позволить Что-то проплатить И Человек в черной рубашке Вцепившийся В микрофон И боящийся Не попасть Под фонограмму Свою же Да Записанную там Вот это и есть Теперь шансон Который ездит То есть даже Не важно Что поешь Главное Чтобы черная Рубашка Присутствовала Ну да И главное Это что Попасть в свою же фонограмму Поэтому знаешь Какие отзывы были Первые Так Первый раз Не обманули Да Именно так Потому что И без фонограммы Были двух с половиной Часовые концерты Вживую Конечно же С инструментом И так далее И тому подобное Вот какое Ощущение у людей К шансону Как таковому Поэтому Это неоднозначно И теперь приходится Даже Это ощущение Ломать Понимаешь Ничего не поделаешь Давай сломаем Прямо сейчас У тех Кто может быть Знакомиться С твоим творчеством Посредством Выжеперечисленных Средств Массовой информации Что бы ты хотел Чтобы прозвучало Из твоего творчества Ну пока что Из старенького Ну как старенького Из того что уже Стало достоянием Общественности Самый мощный хит Последнего времени Который меня просит Исполнить в любом городе И всегда После Гули-гули Это не балуй И вот мне очень хотелось бы Чтобы он прозвучал Сейчас Это мощная Русская песня Стилизованная Так скажем Да А стоит Напомнить Что я чужих песен Вообще никогда не пою И Поэтому Всегда отвечаю И за музыку И за стихи И за исполнение Если будет Ремикс Ничего страшного Ну Или ты хотел бы Все таки оригинальщик Я не уверен Что ремикс Это тот самый Который хорош Да хотелось бы Конечно что нибудь оригинального Оригинальное Не балуй Не балуй Не балуй Есть Нашелся Отлично А куда бы он делся Собственно Потому что у нас Все твое творчество В фанатике представлено Поехали Алексей Степин Не балуй Вы еще успеваете Задать ему вопросы Дозвонившись Или отписавшись Теми Средствами Которые Я Уже Опубликовал Я уезжаю Все вон три дня Все молодухи Целуют меня Только на их Поцелуй Плюю Мне бы девчонок Увидеть Мою Видно Под солнцем Лежит у реки Греет масло До зеленой Таски И не придет Попрошаться Она Устанна Ты не балуй Ты не балуй Без меня Не балуй Первого встречного Ты не целой А поцелуешь Прошения нет А забалуешь Померкнет Весь Ты не балуй И не целуй И не целуй Что ж ты Прошаться Ко мне Не идешь Али не люб Али не гошь Я же на Алена Аделона Похож Только немного Красивее Привезешь И за тебя Продаю я козу Кучу гостинцев Зато привезу Что ж ты У речки Таскуешь Одна Устанна Ты не балуй Без меня Не балуй Первого встречного Ты не целуй А поцелуешь Прошения нет А забалуешь Померкнет Весь Ты не балуй Ты не целуй Ты не балуй И не целуй Эй, мужики Хватит брашку лакать К этой девчонке Не приставать Всех по приезду Здоровья лишу Я же как амумию Вас засушу Ну а уж Ежели полезет сама Можно навешать Слегка для ума Слышишь, сатана А в ответ тишина Ох, сатана Ты не балуй Без меня Не балуй Первого встречного Ты не целуй А поцелуешь Прошения нет А забалуешь Померкнет Ты не балуй Ты не целуй И не целуй Ты не целуй Ты не балуй Прошилия нет, а заболочь Померкнет весь свет Ты не балуй и не целуй 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 Ну вот, друзья мои, и не осталось, я думаю, ни у кого сомнений в том, что Алексея Степина не заболуешь. Вот Александр Викторович, проводив гостя предыдущего часа, присоединяется к нашей беседе. Я думаю, что у Александра есть что рассказать про Алексея Степина, прежде всего, как они с ним познакомились, где-то году в 95-м, может быть. Да, но у нас есть на записи большая, кстати, программа моя с Алексеем Степином, которая была записана для FM-радио, причем она шла онлайн в эфир на передаче к радио «Шансон» в Питере. И было это, в общем, достаточно давно. Она была где-то, наверное, программой года 2003-2004, ей лет 10. Она, кстати, была неоднократно в эфире, в том числе на радио «Русский Берлин». Большая программа, где Леша рассказывал о себе, о своих песнях. Это было целое десятилетие назад. А вообще, я познакомился с Лешей еще раньше. Теперь, к сожалению, уже нету этого офиса на студии «Союз». Да и студия «Союз» уже стала не такой, как она была на метро «Курская» в Москве, хотя эта компания сохранилась, на самом деле, правда, уже с другими владельцами. И там был самый центр цивилизации, о чем обязательно надо, конечно, рассказывать музыкально, потому что он жив и здоров, этот парень, и совсем не стар годами, Виталик Беляков. Он придумал, будучи тогда практически основным владельцем «Союза», сделать то, до чего они додумались другие. То есть впервые легально собрать русскую музыку всех направлений – поп, рок, шансон, издавать ее сначала на компакт-кассетах профессионального производства. Он для этого взял кредит, купил в Турции установки «Ракс», такие современные по тем временам, чтобы кассеты делал, завод поставил в Москве. А потом на компакт-дисках. И вот с этим Виталиком Беляковым, я и сейчас с ним знаком, собственно говоря, мы очень подружились тогда. Именно на предмет того, что впервые легальная музыка, производимая студией «Союз» получила возможность выйти на только-только формирующийся московский легальный рынок носителя. Леша тогда уже в Москве жил несколько лет. У него был очень хороший вот этот альбом, совершенно чудесный, феноменальный альбом, где плотность хитов на душу населения превышает, наверное, все возможные и невозможные вещи. «Не плачь» Анюта он назывался. И в Москве, они там все, казанские ребята, дружат между собой. Не знаю, правда, сейчас, где находится парень, который сидел на студии, которую приобрела компания Белякова. Ну, то есть у них же была и студия производства «Союз Продакшн», для того, чтобы, собственно, записывать музыку-то русскую. Он тоже был очень хороший этот парень из Казани. И он позвал туда Лешу. И они терпеливо, аккуратно записали Лешины песни, причем с очень разными и необычными аранжировками это происходило. Там, конечно, были традиционные шансоны, и было под модную совершенно… — Там было лирических произведений несколько. — Ну, а под модную «Ace of Base» там было вообще сделано. Цирк просто очень… — Там дождь, шикарное произведение такое лирическое. — Как додумались «Ace of Base» под такой текст? — Я могу объяснить, как додумались. Дело в том, что это были свежие мощные силы, еще не сильно известные, так скажем. Поэтому у них не было каких-то там пафосов. И мы быстро нашли общий язык. Но я могу сказать, что в этом альбоме я был, наверное, самый беспомощный, потому что он открывал только. — Это сейчас я уже знаю, как, что должно звучать. — Ну да, да, да. А тогда я на все смотрел широко открытыми глазами. Но люди были талантливые, и они до сих пор в деле. — Да, да, это здорово было сделано. Они-то писали, как я потом выяснил, естественно, раньше. Они писали это в 1994 году, а выпустили в 1995. Причем меня познакомил с Лешей, уже, к сожалению, ушедшей из жизни в 2006 году, продюсер компании «Master Sound» сублейбла «Союза», который занимался по нашей лицензии, по нашей идеологии, собственно, изданием «Шансон». И Севастьянов сказал мне, Саша, а можно я поставлю на этом альбоме, потому что тут же очень важна была серийность и медийность. А медийность у студии «Начинное такси» уже была. Ну, нас же знали по рынку и без студии «Союз». И плюс к этому у нас же была радиостанция в Петербурге, она уже была тогда. Ну, пусть это был «Радиорокс», пусть это было только несколько часов в неделю, но это был «ФМ», это был столичный город, и в Петербурге это было всего три «ФМ». Это сейчас их в Москве больше 50, и поэтому рынок упал и не особо нужен кому-то с точки зрения, ну, сам слушатель, рекламодатель, да. А тогда их было три, сейчас их здесь, правда, по-моему, 36, что ли, на «ФМ-диапазоне». Вот, и Юра мне сказал, Севастьянов, слушай, это же шансон, это то, что надо. Очень талантливый парень, Стёпин, из Казани, можно я поставлю эмблему «Студия начнет такси» плашку на этот альбом? Потому что мы уже сделали тогда до этого «Розенбаума», сделали «Круга», сделали «Жемчужных», и Юра, естественно, спрашивал моего соизволения, потому что промотировался... Вон я как рано уже начинал. — Эфир, да, очень давно, скажи, пожалуйста. — 95-й год. Ну, кстати, я хочу эту тему сейчас завершить, на самом деле, она для коллекционеров, она слушает много коллекционеров, интересно. Дело в том, что Севастьянов мне отдал только кассету, на которой было написано «Ночной такси», там все, я был жутко доволен, я, значит, ее оцифровал уже в нашей студии и поставил в эфир. Потом мы уехали, значит, в Германию на гастроли, это было уже через два года. С Лешей я там познакомился, в Москве встретился, в офис там на Курске у Севастьянова, за столиком, там у него был даже не свой офис, у него там угол был в большом кабинете, где сидели все различные, ну, как бы менеджеры издательской программы, которые принимали рок-музыку там для издания и танцевальную, там у него скромно там было, в уголочке место там было его. Вот, но познакомиться мы познакомились, а компакта у меня не было, потому что Леша сказал мне, Саша, мне, говорит, так мало, отдали их, опечатали диски в Швеции, они очень дорогие, что, говорит, мне только не, давайте я тоже кассету отдам. Я говорю, кассету мне отдал сам Севастьянов уже, она уже оцифрована и крутится в эфире «Радио Рокс» в программе «Ночной такси». Вот, и через два года после этого я уехал в Германию в командировку встречаться с компанией «Соло Флорентин», которая продавала наши диски. Мы же там делали и первый концерт круга в Германии, и «Жемчужных», и 97-й такой вообще для нас был, ну, плодовитый год такой, серьезный. И я пришел на склад «Соло Флорентин» в городе Франкотт-Намайне и говорю, покажите вообще, какая у вас есть русская музыка из Москвы, потому что они все по-честному, не пиратским путем, из Москвы приходил контейнер, каталог, продажа по русским магазинам, по Германии машины у них ездили. И вот я с огромной радостью вдруг закричал, там просидел у них на этом складе, там, часа два. Я нашел Степина. Вот, они так на меня посмотрели, мои партнеры Дима Закон и Лева Вайнберг из Москвы, приехал, там Степин, наверное, и живет. Я говорю, да, но зато там нету пластинок, потому что фирма «Мастер Саунд» пожрала денег и напечатала 500 экземпляров какой-то в Швеции. Но зато один, он по сей день у меня сохранен. Я вот знаю точно, абсолютно. Он был привезен, но из Германии. Я был жутко рад, что и мы сделали... Потом Севастьянов все нагнал, насколько я помню. Нагнал, и компакты эти продавались еще и после того, как мы разбежались. Наверняка. Я знаю наверняка, Алеш, что у коллекционеров сейчас, наверное, компакт твоего первого альбома стоит безумных каких-то денег. То есть мне вот этот раз... Но столько же, сколько Первый Северный того года. Миша Дюков, наш журналист, проверял. Вот Первый Северный, изданный тогда, 20 лет назад, сейчас на рынке, в среднем стоит 15 тысяч рублей за диск. Я думаю, что... Что, в общем, довольно дорого для русского компакт-диска. Но вот я думаю, что Степинский альбом где-то около того тоже. Около 500. Прошло 500, наверное, долларов. Теперь при таком курсе. Ну, если бы это меня могло радовать, меня бы, наверное, отрадовало, но мне, честно говоря, по барабану. А у тебя у самого-то и не осталось? Один. Один? У меня тоже один из Германии, из настоящей. Made in Sweden, завод DCM. Да, да. Мастер Саунд. И эмблема ночной такси. Такая плашка, которая сверху идет. Да я там усатый. Это, наверное, еще один год, 96-й, я бы был усатым, и потом... Да вы миллионеры, ребята. Не, ну, на самом деле, ну, я хочу сказать, что альбом-то блестящий, на самом деле. Альбом суперский вообще. Он невероятный. Причем, я тебе говорю, там-то хорошо все, даже с теплым ламповым звуком. Единственное, что, конечно, удручает немножко в этом альбоме, это столь малое по тем временам, нормально, а по нынешним малое количество произведений. Девять. Там девять, да, девять. Девять. То есть все просто объяснялось, потому что я приехал все-таки не миллионером, я работал в конторе, и все стоило огромных, кстати, записей, да, и так далее. То есть квартиру снять сто, а песню мы записывали, извините, почти за штуку, как минимум, и это минимум, я вспоминаю. Поэтому денег просто не хватило, вот и все. И у меня не было никаких спонсоров особо, поэтому... Ну, хорошо, Леша. Ну, то, что хватило, и получился. Да? А не плачь, а нет. Немножко, несмотря на то, что ты же уже столько раз побывал у нас в гостях и здесь, и на шансоне, все-таки вот этот вот переход от первого альбома ко второму, Гулем-то, как он произошел? Как ты нашел Толмадского? Толмадский, да. Он почему? Ну, он его нашел. Или кто кого нашел? Толмадский его нашел. Как так получилось? Нас так странно познакомили. Я бы не хотел этой темы особо, потому что я всегда говорю, я Саше благодарен, да, но он ничего никогда не доделал до конца, да, и этот проект просуществовал год. Но, тем не менее, он просуществовал, но принес тебе безумную популярность. Ну, Гули-Гули, конечно, шедевр, на самом деле. Ну, там не только Гули-Гули, там все, что ни песни, ни шедевр. Еду-еду, и... Да нет, нет, начиналось все с «Только ты меня колышишь, только ты». Только ты меня колышишь, да. Вот из первого альбома. Она сама зазвучала на радиостанциях. Видимо, это был тот самый формат и не шансона, и не тюрьмы, а чего-то русского, чего никто практически не делал. А на каких радиостанциях, кстати, помимо радио «Петроград» по тем временам, 98-й год? В Москве на радио «Тройка» его играли вовсю. Да, еще какие-то. На русском радио перестали играть. На радио «Тройка» играли, да, на «Газпромовском», да. Его очень любили женские станции. На самом деле, у нас же все-таки тут фенцивилизация в Питере не такая, как в Москве была и есть. Были женские каналы. Специальные. Было радио «Надежда». Он даже, наверное, сам не знает, что он был там самый любимый. Тогда никто ничего не говорил. Потому что на самом деле они брали с удовольствием. Ну, такие добрые песни о любви, счастья, о дружбе. Спустя 15 лет. Радио «Надежда» уже нету, а песни эти живые. Они очень любили Степина, да. Поэтому радио «Тройка», которая появилась следом за русским радио в Москве, то есть она появилась как раз где-то в 98-м, 99-м году. Ее сейчас этой станции нет уже давно. На ее станции, московская станция, которая называется «Попса». Вот. И занимается, я не знаю, сейчас или нет, а раньше занимался такой Степа Строев. Я думаю, на милицейской волне, да, должны были эти песни как-то прижиться. Вполне может быть, да. Но, во всяком случае, вот радио «Тройка» для «Тройки» вообще одним из самых форматных артистов был непосредственно Степина. Вот. Русское радио как-то очень быстро от такой музыки отошло, потому что когда оно открывалось, поскольку когда-то, ну, надо правду говорить, русское радио придумывал я. Вот. И, в общем, наверное, надо, чтобы люди об этом знали. То и людей приглашал туда с радиорокс я. Под лицензию, которая была не моя. Вот. То есть, если бы была моя лицензия, может быть, я бы и, так сказать, по сей день этим занимался. Вот. Но я не стремился никогда к захвату каких-то лицензионных частот. Я же не знаю, кто-то меня за это ругает, из наших слушателей-музыкантов кто-то, наоборот, хвалит. Я человек независимый, взятки платить не умею. Не умею. Поэтому могу сделать только то, что могу сделать сам. Поэтому, естественно, что никогда не было у студии ночной такси своих частот. Они все-таки арендовались. Ну, вот, так сказать, ребята, которые тогда получили доступ через ПАПу одного из них, Игоря Елизарова, замминистра связи России, частоте на 105,7 в Москве, думали, какую программу сделать там. Вот. Они знали меня через Петербургскую телебашню. Ну, через ПАПу. Я вспоминаю те времена, когда еще был Шансон там. Там был час, что ли, какой-то. Да нет, нет. Когда 105,7 открывался, он вообще был даже интереснее, чем радио Шансон, вот у его, так сказать, теперешней версии в Москве. Потому что русской музыки было мало, а люди, которые приехали изначально, искали эту программу, они приехали сюда. Они хотели делать какое-то радио, чтобы зарабатывать деньги. Им, вот, этим людям было все равно. Мы как-нибудь об этом расскажем, если какие-нибудь журналисты с телекамерами захотят, потому что все еще живы. И об этом интересно рассказывать, пока еще живы. Они померли, понимаешь? Да. Но смысл в этом, что я им посоветовал взять формат программы «Ночной такси», которая уже была в эфире, раньше, на «Радио Рокс». Но я же «Радио Рокс» тоже не владел. Я только имел там время, как управляющий компанией. И они спросили, а кто может? Ну, ты же не поедешь в Москву этим заниматься, какой-либо база, студия, ты собственник. Ты же не поедешь? Я говорю, нет, я не поеду. Я люблю Москву на расстоянии, готов ездить, но не жить там и работать программным директором. Но они говорят, хорошо, покажи того, кто будет. Как раз в тот момент практически была очень тяжелая ситуация на «Радио Рокс», и оттуда все ушли. А «Радио Рокс» я знал за пару лет, да, этих ребят будущего русского радио. Но я и посоветовал Сергея Архипова, теперь немалого, так сказать, бизнесмена, и до недавнего времени работника гостей радио и других. Они меня послушали, когда я с этими ребятами их связал. У меня Архипов говорит, вообще дурак, что ли, Фрумин, зачем нам эта русская музыка вообще нужна? Я, говорит, ее ненавижу. Я говорю, Серега, ну ты ее, может, ненавидишь, но она есть. А Архипов безмерный фэн всегда был западной музыкой «Рок-н-ролл». Поэтому я говорю, Сережа, давай, люди ищут программиста, ищут опытного человека, давай, не отказывай им. А Сережа сообразил, что это хорошо, пришел под готовый формат, придуманный здесь в Питере. И вписался в него успешно, и раскрутили они прекрасно это русское радио. Но раскручивать они ее начали с чего? Раскручивать они начали с того, что дали им отсюда. Потому что вот эта фанатека. Ну, естественно, им отгрузили сюда первую сотню дисков, даже не интернета, ничего не было. Им было сказано, ребята, вот русская песня. Желательно захватить все, что называется, тональности для всех национальностей. Сейчас им об этом никто не напомнит уже, потому что нет, не будем обманывать слушателей. Сейчас практически все радиостанции платные и крутят тех, кто платит. Заплатил. Либо каких-то ультимативных звезд, которые медийные, понимаешь, которые просто право заплатил процентик. Тебе вроде ты считаешь, что ты привлечешь на Веру Брежневу, да, или, например, я там, не знаю, там еще на Филиппа Кигора. Потому что, в принципе, они очень медийные, они вовремя заплатили. И их уже все знают. Поэтому радуйтесь бесплатным радиостанциям. Или новому материалу. Ты не можешь никак сказать «да». Понимаешь? А хозяева радиостанции мозг заниматься перестали. Они стараются зарабатывать деньги только на рекламе. Или на артистов, используя их как рекламодателя. То, о чем рассказываю я, было 20 лет назад. Русское радио в Москве открылось в 1995 году. Через два года, после того, как мы открыли ночное такси на радио «Рокс». Ну вот и, собственно говоря, в первом формате русского радио на 105,7, о чем я специально называю московскую частоту, потому что это нас-то слушает, слава богу, благодаря интернету, везде. И те слушатели тоже знают, о чем я говорю. И музыканты многие знают, и журналисты живы, кто это делал на радио. Получился формат, который, в принципе, затем и стал форматом радио «Шансон». Потому что это предложила студия ночное такси в моем лице. А мы другой русской музыки-то не знали. Да, честно говоря, попсы-то тогда мало было. Она вот что-то вот начала выходить на компактных дисках цифровых с конца 1993 года, а русское радио открыло в 1995-м. Дисков-то мало было. Можно было что-то взять, что было на русском. «Шансон», благодаря нашей, в том числе, активности, был, естественно, уже, что называется, в тренде. Ну, естественно, эти диски попали на радио. Потому что мой взгляд на формат радиостанции «Русское радио» всегда был такой. Я считаю, что раз так назвался, как тот «Грусть», значит, полезай в кузов. Поставить все виды музыки на русском языке в своей родной стране. Чтобы это в разумной, честной борьбе противопоставить огромной волне западной культуры. Не ругая за то, что она есть, а просто сказав, ребята, у нас у русских тоже есть. Это был концепт «Русского радио», придуманный мной Фруминым в 1995-м году. Вот в том концепте пел Степин, многие, кто пел. А потом, на самом деле, эта тема закрылась, потому что сам по себе Серега Архипов, он очень не любил русскую музыку. И когда он понял, что появляется волна попсаций, достаточно стандартной по звуку, как западная, по-русски, то, поскольку я же акционером компании не был, я возглавлял управляющую компанию по Санкт-Петербургу, ну, как потом, шансоном, да, то, естественно, мне сказали, Фрумин, спасибо, пришли деньги, пришла реклама, пришла публика, спасибо тебе за название и за идею. Дальше сделаем сами. Мы, московские ребята, ушлые. И сделали из этого поп-станцию «Русское радио». Естественно, что они поменяли формат, отказавшись от вообще авторской песни российской, а заодно отказавшись от Высоцкого, и от Северного, и от Герман, и от кого угодно. Ну, где-то, грубо говоря, через два года после запуска проекта. Там уже в 97-м году уже музыки, которой была, в 95-м не было. Хотя, по иронии судьбы, если говорить о радиокомпании «Русское радио», да, то собрала она людей как раз-таки совершенно по той причине, о которой я сейчас рассказал. Так, ребята, об этом можно говорить гораздо больше, а сейчас уже без 10 минут. Да, давайте все-таки Алексей Степин. Да, я думаю, что тут уже не музыка. Мы немножко позадаем вопросы Алексею, поскольку он все-таки реже, чем хотелось бы в последнее время приезжает. Ну, просто относительно того, что происходит сейчас, потому что я с Лешей некоторое время не общался, и мне, конечно, интересно, что он сейчас делает. Я знаю, что пару лет назад вышел его альбом, совсем недавно. Да. Компания «Класс Компании» его издавала, а дальше у меня информации не было. Что примечательно, альбом вышел, хотя вот еще раз говорит о, в общем-то, определенных чертах характера этого человека. Альбом вышел, несмотря на то, что уже абсолютно все, 100% песен этого альбома, ну, может быть, за исключением одной, были уже достоянием Коли Орловского, посредством Коли Орловского и радио «Шансон-24», эксплуатировались нещадно в нашем эфире, вот, а потом вышел альбом. Но, я думаю, со следующим альбомом, возможно, будет та же самая история, одну песню из этого альбома мы сегодня обязательно вам в премьерном виде, да, в ремиксе, да, новом, покрутим в самом завершении этого альбома. Еще раз напомнив о том, что завтра, 7 ноября, в 20.00, в ресторане «Юность» на проспекте Маршала Жукова, 30-4, будет его сольный концерт. Это, кстати, сольный ли, или там твои друзья, Стволинский, Саша? Сольный. Сольный. В двух отделениях? Да, обязательно. С антрактом? Я говорю, в Карелии был, все удивлялись, два с половиной часа, не может быть такого. С антрактом, ну, это условное дело, контракт. Ну, то есть два с половиной часа ты обязуешься? Да, да. Не то, что, может, и больше, смотря, как люди, я всегда по людям смотрю, да, если они зевают и скучают, но у меня такого не бывает в Питере, честно говоря, чтобы зевали и скучали. Потому что все песни, которые я исполняю на таких концертах, в Питере знают наизусть. Скажи, пожалуйста, а есть какой-нибудь город, где бы ты дал большее количество концертов, нежели в Питере? Думаю, нет. Возможно, это Казань, возможно, это Москва. Думаю, нет, нет. Нет? То есть Питер... Москву я вообще не люблю, потому что там, к сожалению, вбивают, ну, то есть там легче Баскова с утра до ночи пока в Питере выступать, да, чем мне, человеку, который долго все это завоевывал. В Москве же есть большее количество специализированных площадок под шансон заточенных, нежели здесь, в Питере. В Питере-то практически таких не осталось. Я не уверен. Там тоже одна-две площадки. Слава Медяника, новый клуб Солом. Но в Бутырке я выступлю 8-го числа, да? То есть... То есть сразу же на поезд в Москву и в Бутырке 8-го, да? Чемотан, вокзал Москва, на следующий день... Инструмент, баул и сумка, да, и поехал. Понятно, 8-го числа в Москве, в Бутырке. В Бутырке. Тоже сольный. А как же? Тоже 2,5 часа. Ну, а как же? С Сантрактом. С Сантрактом. Ты тоже будешь петь, пока у тебя не закончатся твои хиты? А то и не по одному разу. Думаю, да. Все по-всеху. Слушай, а бывает так, что на концерте у тебя, вот как у кабриолета, да, цепи, там, три раза цепи, если попросят, то Саша Марцинкевич никогда не отказывает. А вот у тебя какой-нибудь вот хит, вот будет какой-нибудь... Он меняется, дело в том, что их, конечно, немного, заказывают много раз. Это дорога до гитары, конечно, это гули-гули, в последнее время очень сильно просят песни «Не балуй», и, конечно, «Слезы просто вода». Но в некоторых местах помидорка, например, тоже имеет огромный вес. — Скажи, пожалуйста, еще, Леша, а вот ты обмолвился, что в 95-м тебе было тяжело равняться на таких тяжеловесов жанра, как Михаил Карл? — Мне не было тяжело, а надо было просто, вот. То есть надо начинать. Я вот сейчас наблюдаю за некоторыми певцами, которые приходят в жанр. Они, я говорю, шутю на концертах, их просто перестали бить в караоке, и они сразу же стали шансонными певцами. Вот. У них, видимо, нет никакого сравнения, да, потому что сейчас эквивалент один — деньги, да. Заплатил — и ты певец, такой крутой певец, да. Заплатил на радио — опять крутой певец. Проплатил прессу, а тебе передачу, то есть это написали, да. На телек отдал бабла — тебе хлоп, ты это. Вот она, крутость, так создается. На самом деле человек, который успел аккумулировать столько денег, вряд ли обладает какими-то, я бы сказал, творческими данными. — Слушай, но сейчас же есть мощнейшая сила, которой не было 20 лет назад под названием интернет. Как растеряю, записал ролик на обычную, так сказать, телефонную вот эту вот штучку, да? В интернете тоже есть реклама, и она тоже работает, и она тоже не бесплатная. Не надо наивничать, что YouTube, который миллиардами, по-моему, роликами, и твой ролик вдруг сильно поднимется. Да, есть случайности, и они удивительны, но это относится к вирусной рекламе, которая как бы веером разносит твой ролик. Ну, я так думаю, что легче снять порно или уличную драку и собрать миллионы просмотров, чем «Красивая песня». Да, будем говорить на нашем, так сказать, уровне. — Это предваряет, между прочим, мой последующий вопрос. Когда, вот как ты считаешь, было бы начинать труднее? Тогда, 20 лет назад, или сейчас? — Конечно, сейчас. — Сейчас труднее? — Сейчас все строится на деньгах, больше ничего не надо. — Ну, а с другой стороны, если у тебя ларек шаверма... — Ну, хорошо. Нет, ларьком ты не отделаешься. Я так думаю. Запросы у этих двух замечательных. — Один с шавермой, другой с курицей гриль. — Я думаю, они сразу же перейдут к новым хозяевам радиостанции. Вот, твои ларьки. Так что нормально все. — Нормально, да. Слушай, 2015 год, 20 лет твоей творческой деятельности, вернее, даже, может быть, сказать не так. 20 лет с момента выхода первого альбома. Будут ли какие-то мероприятия с этим связанные? Концертные, альбомные? — Я не знаю, пока я не загадываю. Мне, вот... — Бенефис может быть, когда Леша Степин будет сидеть в красном кресле весь концерт. Вот, ему будут приходить, дарить цветы и говорить, какой он хороший. — Которую я сам же и купил на рынке, да? Нет, ребят, не знаю пока. — Ну, сейчас, друзья, день рождения прошло неплохо здесь, в Дзержинского. — Мне рассказывали, что и люди были, и зрители были, и артисты Жукова, по сути. — Хорошо, да. — Поздравляю тебя. — А хорошая церковь. — Была Афина, и Шелик, и вообще молодцы. Мы дали, так сказать, в прошлом году, 13 декабря. Вот. Хороший концерт, замечательный. — Ну, собственно, вот и все, друзья мои. Часик пролетел. Пора прощаться и врубать, пометуя о том, что скоро Новый год, а может быть, кто-то уже начал его праздновать. — Или не закончил. — Или с прошлого года. — Ну что, давайте тогда, ребята, я сообщу обычную справочную информацию, какое всегда «Ночное такси» завершается. И тогда мы послушаем финальный трек нашего замечательного Алексея Степина в сегодняшнем эфире программы. Итак, справочная информация в финале программы «Ночное такси» всегда выходит на «Шансон-24», всегда выходит в онлайн-версии каждый четверг с 22 до 24 часов по московскому времени. Всегда 120 минут записываются для вас для трансляции сразу на еще двух больших ресурсах. Во-первых, аудиозапись, которую мы делаем по трансляции, через неделю можно слушать на радиостанции «Русский Берлин» 97,2 МГц ФМ в столице Федеративной Республики и слушать ее там дважды. Первый эфир происходит ровно через неделю после оригинального эфира в России, только с 21 до 23 часов, также в четверг. Время вещания центральной европейской. Затем программа повторяется еще один раз уже в понедельник, следующей неделе с 22 до 24 часов, подчеркиваю, время вещания центральной европейской. И также программа синхронно с трансляцией на берлинский ФМ-передатчик транслируется на сайт радиостанции «Русский Берлин», поэтому также доступна для вас в интернете только из зоны ДЕ. Что касается видео, то мы возобновили веб-трансляции. Все, что я смотрю и все, что происходило в течение этих 120 минут в нашей уютной студии в Санкт-Петербурге, уже записано на видео, и аккуратнейшим образом завтра будет отправлено на телеканал «Ночной такси» на YouTube, поэтому вы сможете увидеть полную 120-минутную версию сегодняшнего выпуска программы. Я благодарю замечательного моего друга Андрея Левашова за прекрасную работу аудио-видео с оператором за пультом. И, конечно же, благодарю замечательного Алексея Степина за то, что перед своим концертом в Питере он выбрал время и посетил нашу студию, где ему всегда вот уже на протяжении почти двух десятилетий рады. Спасибо. Ну и я добавлю от себя несколько слов. Друзья мои, завтра все на концерт Алексея Степина в Санкт-Петербурге, в клуб «Юность», и послезавтра, 8 ноября, в Москве, в Бутырку. Да, но она тоже там обновлена, кстати, если на то пошло. Так что ищите в интернете, все есть, там все прекрасно. Google вам в помощь, как говорят у нас на улице Марата. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. Новый год улетный праздник. Будем петь и веселиться. Я хмельной такой проказник, как в такого не влюбиться. Дед Морозы снова в моде, раздаю подарки. Здрасте. Бьем, танцуем и уходим. Всем добра и море счастья. Без снегурки скучно вата, ёлка вовсе не годится. И девчонок маловато, а вино здесь как водится. Но судьба меня балует, изобилось сердце птицей. Вот красивая танцует, как в такую не влюбиться. Я твой Дед Мороз, а ты моя снегурочка. Я влюблен до слез, а ты не таешь, дурочка. Сердцем холодно, капризно снова хмуришь бровь. Бей со мной до дна, и не губи мою любовь. В мини-юбке озорница, так заманчиво кружится. Я готов на ней жениться, без приданного ивницы. Я по ней уже тоскую, счастье в двери мою стучится. Я всю жизнь искал такую, как в такую не влюбиться. Я твой Дед Мороз, а ты моя снегурочка. Я влюблен до слез, а ты не таешь, дурочка. Сердцем холодно, капризно снова хмуришь бровь. Сердцем холодно, капризно снова хмуришь бровь. Бей со мной до дна, и не губи мою любовь. На волне ностальгических нот, на волне позабытых мелодий, Вместе с вами ночное такси городских серенад и рапсодий. На дорогах трёхцветных огней, позабудьте дневные тревоги. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Ночное такси. Сегодня и всегда с Александром Фруминым.